Здравствуйте! Сегодня мы с вами начнем делать в технике аппликации верх для лоскутного одеяла. Специально положила его вам на кровать, чтобы вы могли увидеть размеры этого одеяла. Рассмотрим это одеяло поближе. Пока вы смотрите, я расскажу вам еще одну вещь. Это не я придумала эти картинки. Подруга, знакомая моего сына, привезла мне из-за границы вот такую аппликацию фламинго и некоторых животных. Мне они очень понравились, и я их увеличивала по маленькой фотографии. И вот теперь эти схемы показываю, даю вам. Женщину, которая придумала, разработала эти аппликации, зовут Моника. К сожалению, я фамилии ее не знаю. Но вот у нее аппликации есть огромного количества невероятно красивых животных. Что понадобится для того, чтобы сшить это лоскутное одеяло? Понадобятся, конечно, ткани. У меня вот здесь рядом ящик. Целый ящик наполнен разнообразными тканями. Это, я скажу вам, мои сокровища. Очень их люблю, могу бесконечно рассматривать и подбирать их к нужному мне одеялу. Но чем хорошо вот это лоскутное одеяло, вы можете использовать не лоскутки, которые у вас где-нибудь остались. Потому что, ну, сами можете заметить, здесь большие ткани только вот в этих местах. И задник одеяла будет большой, а остальное все собрано из лоскутов. Теперь понадобится двусторонний флизелин немецкий, который продается в обычных тканевых магазинах. Я вам потом о нем поподробнее расскажу. Понадобятся нитки. Тоже буду подробно о них потом рассказывать. Это я вам показываю, сколько ниток, катушек пустых осталось у меня после того, как я пошила вот этот верх. То есть, сами понимаете, что ниток нужно очень много. И понадобится, конечно, никогда бы я не смогла сделать вещи в технике аппликации без моей машинки. Вот, хочу рассказать вам немного о машинке, но совсем не для того, чтобы ее прорекламировать. Потому как я покупала ее с определенной целью, чтобы она делала шов трапунта, который мне был необходим для лоскутного одеяла. Это была единственная машинка, которая выполняла шов трапунта. И у нее есть вот такая подставочка, которая снимается и одевается. Она очень удобная, когда вот здесь шьешь какую-то большую вещь наподобие лоскутного одеяла. Когда пришла моя знакомая, портниха, она увидела машинку и сказала, что я купила очень сложную машинку. Фирма Brother великолепная, но вот это количество здесь кнопок и функций до сих пор, вот она у меня уже года 4, до сих пор я еще не исследовала количество вот этих вот функций и стишков. То есть, если вдруг вы будете покупать когда-то машинку, то можно покупать с меньшим количеством вот функций, скажем так. Но я хотела вот вам что показать. Здесь есть функция, которая делает из простой строчки вот зигзаг, смотрим, да. И вот когда я вот в видео в дальнейшем сегодня буду вам рассказывать, буду рассказывать вам вот о этих цифрах. Длина стишка 3,5 мм, а частота стишка 1,4 мм. Вот я буду менять, когда буду обшивать эти детали, буду менять вот эти вот цифры. Плюсами, увеличивая, ну, я буду только уменьшать, увеличивать не буду. И здесь тоже только уменьшать. И буду я это сшить в среднем вот на такой цифре. 3 мм длина стишка и частота стишка 1 мм. Ну что ж, давайте рассмотрим, что можно сделать с помощью этой техники аппликации. Вот как раз работа из серии той, что я вам буду показывать африканское одеяло. Фламинго. Из этой же серии животных и птиц тукан. То есть мы берем, вот была куплена вот такая заготовка тукан. Мне привезла подруга моего сына, за что ей огромное спасибо. Мне захотелось добавить листочек, который я нашла в интернете, перерисовала. И придумала вот такую простую окантовку, чтобы не мучиться долго. Но она пестрая и очень хорошо подходит к этому тукану. Из этой же серии. Каала. Была куплена заготовка вот этой каалы. Пришла идея сделать парочку мама и ребенок. И естественно нужен бамбук, который был нарисован. И ткань, которая соответствует тематике. Ткань с бамбуком. С изнанки. Давайте покажу с изнанки. Как это выглядит. Видите, все аккуратно. После того, как поделала животных, захотелось мне сделать людей. И получилась вот такая вот работа. Может быть приблизите ее вам. Она очень интересная для рассмотрения вблизи. Здесь очень красиво сделаны листочки. Видите, какие резные листочки. И тем не менее, техника аппликации позволяет на машинке зигзагом обработать вот эти резные листочки. Ну и, конечно, после того, как были сделаны вот эти фигуры, нашиваются тут хлястик, пуговки. Простегиваю я здесь детали, которые считаю нужными простегать. Эта работа выполнена аппликацией, но не обработана зигзагом по краям. Я начала, вспоминаю, что начала обрабатывать ее, укладывая зигзаг по краям, но что-то меня не устроило, и я приделывала эти работы вручную. Да-да-да, это не совсем в технике аппликации, ну, в технике аппликации, но не обработано зигзагом. Здесь все детали пришиты вручную по тайным швам по краешку, потому что зигзаг, он слишком при, ну, как сказать, прилеплял, делал эти фигуры плоскими, а мне хотелось, чтобы они были объемными. И на этой работе получается техникой аппликации вот такой, обрабатывая зигзаг, сделаны только листочки. Если вы видели мой мастер-класс по лоскутному одеялу, там я рассказываю о двух способах делания лоскутного одеяла. Так вот, это использован первый способ, чтобы сделать лоскутное одеяло. Вот еще такое одеяло. Это уже тематика осени, тематика урожая. Сейчас я вам покажу поближе вот эту кайму, потому что здесь, кроме того, что сделано очень хорошо дерево с различными листочками, с желудями, здесь очень красивая кайма. На которой вырезаны элементы из ткани. И вот такие сюжеты осенние, обработанные техникой аппликации. Но это вот одеяло все сделано в технике аппликации. Рябина необыкновенно красивая. Обметана здесь каждая ягодка. Различные разноцветные листочки, яблоки, грибы. Что тут еще? Красное яблочко. Вот такой вот грибочек. Желудь очень красивый. Сейчас поближе покажу. Необновенно красивый. Вот этот вот грибочек. И вот этот вот желудь. Обожаю это одеяло. Люблю очень тему ангелов. И должна сказать, что вот это одеяло, это самое первое одеяло, выполненное у меня в технике аппликации. Я увидела что-то наподобие в старом журнале. И мне так понравилось. Но разглядеть рисунок там было сложно. И я попробовала постараться повторить так, как у меня получится. Я нашла в интернете рисунки вот этих вот ангелов. Не очень сложные, которые можно было бы разделить на детальки. И получилось вот то, что получилось. Один с елочкой, с сердцем, со свечкой, на месяц, с колокольчиком. Этот вот молитву читает, на дудочке играет, несет игрушку на новогоднюю елку. Этот просто какой-то хулиган, я так думаю. И простегано оно интересно. Кайма простегана трапунта, о чем я тоже рассказывала в мастер-классе. Поэтому в этом мастер-классе уже простежку рассказывать не буду. Только про аппликацию мы будем с вами говорить. И простегано здесь вот сердечками по теме этого ангела. Здесь простегано нотками. Вот вам не видно, наверное, но здесь нотки. Здесь просто кружочки. Здесь тоже сердечки. Но обычно я стараюсь делать стежку в теме того, вот, например, если этот ангел несет елочку, то и простегана она елочками. И после этого одеяла я сделала еще одеяло, тоже с ангелами, потому что тема эта мне так понравилась, ангелов. Я увлеклась. Я могла делать их просто бесконечно. Вот реально бесконечно могла делать этих ангелов. Вот знакомый нам ангел несет уже подарочек. Вот стоит знакомый ангел с сердцем, но он по-другому разукрашен. Этот вот несет звезду счастья, я так думаю. Вот он, который читает молитву. Вот эти ангелочки держат этот фонарик, елочку опять несет. И с этой стороны что-нибудь новенькое есть. Вот. Вот этот ангел, который стоит, играет на дудочке. Но здесь он сделан более крупно. Тоже не просто нотки, но еще и нотные вот эти вот струны нарисованы. Тут вот простые сердечки, но смотрятся они необыкновенно красиво. И тема домиков мне очень понравилась. Так мне понравилось, что я сделала еще одно одеяло в технике аппликации с домиками. Вот. Попробовала сделать здесь витражное окно из подходящей ткани. Ангелочек, который вырезан тоже из ткани. Рисунок там был интересный с ангелами. И вот все. Елочка. Собачка здесь в воротах. И вот еще одно одеяло. Возможно, стоит посмотреть его поближе, потому что оно очень длинное такое. Здесь очень мне хотелось изобразить женщин, которые гуляют по парку. И каждая чем-то своим занимается. Вот эта женщина идет, гуляет с собачкой. Здесь очень красивые детали на этом одеяле. Очень красивые детали. Давайте посмотрим поближе. Здесь цветочки в волосах, сережки в ушах, различные бантики, кружево. Следующую девушку давайте посмотрим. Это две девушки, к которым подошла кошка. И она треплет вот какой-то шарфик, который они держат в руках. Здесь тоже очень красивые кружевые бантики на шляпе. Заплетены косички. Плела косички я вот так из мулине. Здесь на шляпках тоже различные бусинки, пуговицы, кружево и эти бечевочки на кофточке. Тоже вот кружева на рукавах. Дальше поближе посмотрим. Вот как раз птички сидят на дереве. Но это одеяло все в технике аппликации. Так, эта девушка везет колясочку. До сих пор вот я смотрю и готова рассматривать каждую деталь. Я прекрасно помню, как делала это одеяло. Я была очень увлечена, потому что здесь огромное количество деталей, с которыми я очень люблю работать. Здесь вот вуаль на шляпке. Опять же на шляпках различные бантики, и кружево, ну всякая мелочь, которая необыкновенно украшает нашу работу. Это вот женщина с ребеночком, с дочечкой. И раскрыла зонтик. На зонтике тоже очень красивое кружево, бечевочки и нашиты стразы. На шляпке, соответственно, опять же различные бусинки, пуговки на платье. Волосы у девочки сделаны из волосиков для куклы. Бантик, пуговки нашиты. Ну, все как всегда. Все как я люблю. Вот эта девушка, она, видимо, попала порыв ветра на нее, на нее налетел. Поэтому взметнулось красиво платье. И здесь необыкновенно красивая сумочка. Она сделана объемной. И здесь вот, не знаю, видно ли вам больше приблизить, не могу здесь. Настолько красивые из бисера цветочки, какие-то бусины. Застежка сделана, как у настоящей сумочки. Просто это одеяло можно разглядывать и разглядывать. И вот последняя девушка, у которой необыкновенно красивое платье с серебряным кружевом тоже. Она в перчатках, пуговки, стразы. И вот из тематической ткани я делала кайму, чтобы было ощущение, что они гуляют по дорожке в парке и рядом природа, рядом цветы, лес. Мы будем с вами сшить верхушку для африканского одеяла. Почему верхушку, а не само одеяло? Потому что цель этого мастер-класса показать вам, как я работаю с аппликацией. И вставлять вот эту вот середину из синтепона или ватиной, делать задник и простегивать это одеяло. Я не буду показывать. Это есть мастер-класс по лоскутному одеялу моему, где описаны два способа делания лоскутного одеяла. А здесь только будем говорить об аппликации и соберу верх этого африканского одеяла. Чтобы вам было удобно нарисовать все детали вот этих вот трех животных, которые я хочу использовать в одеяле, вам нужно будет взять вот эту вот миллиметровую бумагу. Она бывает расфасовкой по 5 и по 10 метров. Я покупаю по 10. Она у меня всегда уходит. Я пользуюсь ей часто. Я люблю очень способ рисования схемы или даже какой-то картины на миллиметровке. Способ разрисования миллиметровки квадратами любой величины. Вот здесь у меня взят квадрат 5 сантиметров. То есть убавляя или увеличивая размер этого квадратика, вы можете убавить или увеличить размер рисунка, который вы хотите нарисовать. Да, соглашусь, это не слишком удобный метод. Он кропотливый. Но так работали мы еще со школы. А поскольку я привыкла работать по старинке, мне кажется, этот способ очень не скорым, не быстрым, но необыкновенно удобным, качественным, точным. Теперь давайте я расскажу вам. Здесь вот написано 34 детали в этой голове зебры. Чтобы вам не запутаться в этих 34 деталях, я специально разукрасила вам их цветными карандашами, пардон, теми старыми, которые были у меня, которые постоянно ломались. Но дело не в этом. Дело в том, что этими цветами, которые я здесь очень старательно расписала, какой цвет, обозначает какой номер, я сделала только с единственной целью. Совершенно не стоит, чтобы вы вот так вот, например, 18 номер брали красным цветом. Нет. Это для того, чтобы вы смогли сориентироваться в цветах, в этих деталях. И поэтому, когда вы нарисуете эту деталь и будете подбирать вот ткани для своих животных, вот посмотрите, какие ткани подобрала я для своей зебры. Они совершенно не такие, не такого цвета, как расписаны вот здесь, вот внизу. Совершенно другие цвета. Причем, посмотрите, кусочки нужны небольшие. И они подобраны, знаете, не совсем однотонными. Мне кажется, что для животных, чтобы быть более ближе к природе, скажем, к естественности, лучше взять кусочки, на которых что-то похожее на рисунок у зебры. Или горошек. Вот видите? То есть, не однотонные ткани, а с каким-то таким природным узором. У вас, конечно же, будут свои ткани. И все ваши зебры будут совершенно отличаться одна от другой. Но я думаю, что они будут необыкновенно красивыми. Потому как даже вот разноцветными карандашами видно, что эти цвета можно брать совершенно разнообразных цветов. А если, например, сделать их черно-белыми, то, наверное, тоже будет красиво. Несмотря на однотонность черно-белых тонов. Точно так же нарисовала я для вас антилопу. Точно так же расписала здесь все 34 детали, которые есть у антилопы. и еще жираф. Тоже 41 деталь и расписаны все по цвету. И для жирафа я тоже буду выбирать кусочки тканей не однотонные, а с каким-то вот узором, который хоть как-то бы был близок к узору на теле жирафа. Если вы заглядывали в мой инстаграм мама Светлана, то вы найдете там схемы коалы большой и маленькой. Здесь я их давать не буду повторять. Там в инстаграме есть схема тукана и есть схема фламинго. И тоже так же прикладывала я фотографии тканей, из которых делаю. И там близко очень можно рассмотреть одеяло, которые получились с туканом, с фламинго и с коалами. Для начала мы должны нарисовать схему нашего одеяла, как оно будет выглядеть. Желательно рисовать всегда на каких-то обоях простых бумажных. У меня вот такие. Вот тут где-то что-то я рисовала однажды, подписывала, все расчеты делала. То есть рисуется схема будущей вещи, которые вы собираетесь делать натуральную величину. Но поскольку здесь у меня схема одеяла состоит из она незамысловатая, из прямоугольничков и квадратиков, то я нарисовала ее на простом листе ватмана, чтобы было удобнее вам все объяснить. Когда вы будете рисовать сложные схемы своих одеял, если вас это увлечет на обоях, то вам очень хорошо пригодятся вот такие линеечки прозрачные. Здесь нарисованы все углы 45 градусов, 60 градусов. Для лоскутного одеяла для пошива они незаменимы. и вот есть прямоугольные, есть квадратные. Здесь тоже углы 30, 45, 60 и по ним великолепно проводить прямые углы и параллельные линии. Без этих линеек очень тяжело работать. Итак, вернемся к схеме верха нашего одеяла. Что я придумала? Значит, вот смотрите, у нас будет три животных зебра, антилопа и жираф. Они у меня расположены на прямоугольнике 38 см на 55 см. Все три одинаковой величины. И вот здесь по углам и в этих вот местах здесь у меня квадраты 10 на 10 сантиметров, которые будут кроиться из черно-белой ткани цвета как бы зебра. Я хотела поддержать цвет зебры, который присутствует в одеяле. Вот все эти участки я буду сшивать из разных разных кусочков, небольших прямоугольничков. Это удобно очень для вас, потому что возможно не надо будет покупать большое количество красивых дорогих тканей, а можно использовать те лоскуточки, которые есть у вас. Причем эти лоскуточки можно даже эти прямоугольнички сшивать их из нескольких кусочков. То есть здесь радужная такая должна быть яркая африканская полоска. Она вот знаете как в Африке у них как будто не хватает цвета в пустыне и они носят очень яркие яркие одежды. Вот что-то такое повторить в этих полосках. Эти полоски тоже получается будет 38 на 10 сантиметров. Ну мне захотелось вот две вот этих вот вот видите здесь и здесь я расчертила полосами. У меня просто есть красивая ткань. Я покажу вам потом когда мы будем говорить с вами о тканях. Полосатая. Я хочу вот для разнообразия вот в этих двух местах расположить полосы. Дальше вот все эти промежутки вот черным которые я раскрасила везде написаны единички это одно один сантиметр ширина этих полосочек это мне захотелось чтобы вот эти участки были выделены черным цветом тогда радужность вот этих полос будет более ярко выражена. Вот для чего я сделала здесь. Причем здесь вот в разнобой я расположила но это исключительно моя придумка вы можете сделать как вам понравится. то есть кое-где черненькие полоски причем они не в тех же самых местах а в разнообразных видите чуть-чуть разнообразные и вот эта полоса тоже черная которая окаймляет одеяло будет 3 сантиметра тут тройка тут тут и тут 3 сантиметра написано почему потому что вот знаете когда потом вы будете оформлять это одеяло вставлять ватин или синтепон и пришивать все это дело к заднику вот всегда я оставляю по краю одеяла побольше сантиметров для того чтобы если вдруг что-то уедет и будет какая-то неровность можно будет потом отрезать какая-то частичка ведь уйдет в косую бейку при оформлении поэтому вот если везде 1 сантиметр то по краям 3 обязательно не забываем добавлять припуски по 1 сантиметру с каждой стороны ко всем деталям то есть если здесь указано размер прямоугольника выкраиваемого из ткани 38 на 55 то обязательно выкраивайте прибавляя по 1 сантиметру то же самое для линейчик 1 сантиметровых плюс по сантиметру со всех сторон для 3 сантиметровых шириной тоже то есть везде для квадратиков 10 на 10 это уже показаны размеры все вшитые вещи при раскраивании добавляете по 1 сантиметру с каждой стороны и размеры готового одеяла я приблизительно так посчитала у меня получилось 166 на 83 сантиметра оно получается продолговатым ну если вам не нравится продолговатый вы же можете сделать одеяло сделать одеяло из одного кусочка из какой-нибудь только зебры или антилопы или жирафа что-нибудь маленького какую-то вещь или из двух различных животных сделать другую каемку и у вас будет другой размер одеяла и выглядеть оно будет по-другому с другой каймой вы выберете что вам больше нравится а я предполагаю при такой прямоугольной форме одеяла оно будет лежать на кровати двуспальной внизу в ногах поперек кровати либо я вошью не решила пока еще вошью сзади кулиску куда буду вставлять бамбуковую палочку и потом можно будет это повесить на стену будет очень красиво мне очень хочется показать вам чтобы вам было понятно как сшивается это одеяло ведь одеяло лоскутное сшивается полосами блоки по рядам или по столбикам вот в данном случае я собираюсь сшивать это одеяло по полосочкам вот по столбикам сначала один вот этот столбик потом вот этот потом этот 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 и после друг с другом то есть вот ну чтобы это было понятно я хочу разрезать эту деталь именно на те полоски которые должны будут сшиваться вот давайте посмотрим вырезаю для начала само это одеялко и смотрим значит вот окончательно пришиваться будут у нас вот эти трехсантиметровые это я называю цифр без припусков не забывайте про припуски вот эта деталька идет сверху так дальше нижняя будет пришиваться то есть я сейчас рассказываю как бы сзаду наперед вот эти пестренькие я пока не буду я только разрежу вот как бы квадратики вот эти отрежу вот эти конечно не буду все все это вы уже поняли что эта полоска состоит из различных цветов важно только что в начале и в конце черненькая а здесь уже на ваше усмотрение сейчас я все разрежу расскажу и вам будет понятно уже наверное начали догадываться то есть сначала когда мы сделаем жирафа ну вот антилопу ее в руках держу давайте про антилопу поговорим сначала вы делаете антилопу потом сверху и снизу от этой антилопы вы пришиваете черную полосочку а потом пришиваете радужную полоску сшитую из разных кусочков тканей которые у вас будут в наличии после этого вы пришиваете по бокам этой конструкции справа и слева вот такую черную полоску сшиваете теперь вот такую вещь вырезаете квадратики с припусками пришиваете к ним вот собранную такую полоску потом опять пришиваете вот эту черную полосу тоже так же зебру когда вы сделаете аппликацию вы пришьете сначала сверху и снизу черную полосочку так запуталась вот это откуда у меня сверху наверное было так так это что у нас вот подошли к концу наконец-то еще раз я вам расскажу для начала мы будем делать аппликацию из зебры антилопы и жирафа после этого мы к зебре сверху и снизу пришиваем вот эти черные полоски а потом вот эту и эту к антилопе черные полоски и разноцветные к жирафу черные полоски и разноцветные теперь вырезаем вот такие черненькие полосочки размеры все указаны и пришиваем эту сюда эту сюда черные вокруг антилопы и черные вокруг жирафа видите у нас с вами получается вот такие три полосы теперь мы выкраиваем квадратики 10 на 10 с припуском пришиваем такую полосу еще один квадратик причем проверяем совпадение вот этой длины потому что происходит знаете как часто когда вот такое количество лоскутков совпадает пришиваешь они как бы длинными очень становятся то есть по размеру всегда проверяйте как у вас здесь совпадает и когда вы эту линеечку пришьете вы пришьете ее к черной полоске которая возле зебр потом сшиваете вот эту полоску потом сшиваете вот эту и вот эту и начинаете пришивать вот эту сюда к черной вот к этой вот это то есть все вот эти полосы мы сшиваем друг с другом потом берем вот эти трехсантиметровые не забываем без припуска пришиваем сюда и наконец пришиваем окончательную сверху и снизу теперь поговорим о тканях которые я хочу подобрать к своему одеялу основная ткань на которой будет аппликация зебр жираф и антилопы будет вот такая бледненькая с маленькими там кружочками лучше ее брать вот именно бледненькую светленькую такую можно даже однотонную теперь квадраты по сторонам этого одеяла которые у нас 10 на 10 сантиметров на схеме буду какие-то черно-белые делать цвета зебры помните пока не решила какие еще раз напоминаю что я в начале своей работы всегда выкладываю все что у меня есть все что может мне пригодиться я могу целый день рассматривать эти ткани и подбирать их друг другом это конечно страсть это моя страсть черненькая полосочка которая будет по сантиметру и по три с краю вот из такой ткани она не совсем черная там маленький потаенный рисуночек ну вот такую я подобрала это вот ткань как раз те полосы о которых я говорила и которые нарисованы у меня на схеме ткани для вот каймы у меня огромное количество тканей цвета песка цвета солнца оранжевая цвета вот закатного солнышка посмотрите какие есть красивые ткани прям вот как солнышко отражается закатное или как костер вот такие ткани будут у меня естественно солнечные ткани оазиса какого-нибудь зелени очень красиво в этом разнообразии будут смотреться ткани с рисунком тематические вот эта ткань с пальмами ну просто оазис даже почаще буду вставлять эти пальмочки чтобы было ощущение оазиса птички вот такие которые мне дочка привезла по-моему из Франции они тоже подойдут здесь к теме оазиса вот есть такие ткани которые тоже будут очень хорошо смотреться на этом одеяле на них видите вот как бы цвет пустыни и расцветка как у животных такой узорчик тоже будет очень красиво я их тоже отложила сюда понадобятся мне яркие вот такие яркие ткани вот африканские женщины очень ярко одеваются видимо цвета вот им не хватает там цвета яркого и вот такие вот цвета пустыни яркой одежды и всего яркого тоже наверное буду использовать в кайме вокруг моего одеяла я заметила что вот знаете когда я начала заниматься тканями то очень много я использовала тканей ярких и покупала очень яркие ткани пока не поняла что не всегда нужны очень яркие рисунки на тканях очень необходимы для лоскутной техники ткани почти однотонные или с маленьким маленьким потаенным рисунком они незаменимы разных цветов зеленые желтые ну любые любые незаменимые ткани и в моей коллекции появилось много вот такого плана тканей но однажды я поняла что есть еще ткани словно выжженные на солнце у моей дочери есть одеяло которое я сшила вот из подобного рода тканей неинтересных на первый взгляд но эта расцветка тканей выжженных солнцем одеяло пожалуй самое любимое нашей дочерью одеяло это вот из таких вот тканей ощущение старого одеяла доставшегося от бабушки очень очень уютное и нереально красивое одеяло теперь еще вот хорошо что я вспомнила вот когда вы подберете ткани для своих животных обязательно на каждом кусочке помните у нас там 40 с лишним деталей прикалывайте подпишите номера деталей какого цвета и прикалите булавочкой это необходимо сделать чтобы вы не запутались ну и я на сей раз достану мешок с моими кусочками потому как здесь тоже думаю найдется тканьки для яркого африканского одеяла вот например мне кажется очень подходящий такая ткань вот это думаю тоже подойдет вот это полосы необыкновенно красиво будут смотреться вот это я однозначно вижу что тоже нужно использовать вот такую ткань вот эти вряд ли это может быть вот такая очень мне кажется подходит ну то есть я повыбираю еще вот среди этого какие-нибудь ткани такую вряд ли потому что здесь маки ромашки в пустыне не может быть такой расцветки вышивка тоже не пойдет цветочки тоже мне кажется не слишком подходят хотя может быть вот это и подойдет вот все о тканях теперь нам наша задача перевести вот все детали эти все 41 деталь жирафа на картон я использую вот такой вот картон белый формата А4 у меня его всегда очень много он быстро расходуется нам понадобится копировальная бумага подкладываем мы картоночку под жирафом туда копировальную бумагу без конца проверяем чтобы она у нас лежала не закончилась по частям каждую деталь мы обрисовываем обрисовав деталь мы пишем обязательно номер который стоит на этой детали обрисовать нужно аккуратно это нужно для дальнейшего точно так же все все детали мы обрисовываем видите я расположила неэкономно вы постарайтесь сделать как можно экономнее расходуя этот картон вырезаем эти детали и складываем их в какую-нибудь коробочку которая стоит рядом с нами когда мы вырежем все все детали мы будем раскладывать их по тем цветам тканей которые выбрали для этого жирафа вот на камеру я буду делать только жирафа конечно потому что антилопа и зебра делаются совершенно так же ну что же наша задача с вами перевести вот эти картинки в данном случае жирафа на кусочек ткани светлой размер который я вам рассказывал про эти размеры есть один способ которым я пользовалась но он не всегда мне нравится не всегда нравится вот например в данном случае я этим способом пользоваться не буду объясню почему потому что есть вот такой волшебный карандаш он очень хороший но в данном случае у нас у жирафа и у других животных много деталей и когда я пробовала раньше точно так же обводить фламинго то у меня какие-то детали от этого карандаша оставались на ткани а какие-то не оставались возможно я утюгом провела плохо недостаточно долго держала утюг или карандаш как бы уже не был поточенный и поэтому след его не оставался на ткани вот я так думаю но вообще это карандаш очень хороший давайте посмотрим на него это карандаш для перевода рисунка с помощью горячего утюга как им работают покажу я вам это дело не на жирафе а на вот у меня был тукан все точно так же когда я делала одеяло с туканом мы должны взять кальку но этого тукана нужно перевести вот так вот перевернуть на другую сторону сейчас поймете к чему так кладем вот так калечку и вот этим вот карандашом волшебный он такой красного цвета мы начинаем переводить обводить вот эти все все детальки карандаш должен быть тонко заточенный видимо потому что когда его не точишь постоянно он затупляется и может быть поэтому след на ткани потом не останется так вот после того когда вы все это обведете напишите цифры вы возьмете тканьку переворачиваете эту кальку то есть понимаете у вас вот эта сторона на которой вы рисовали карандашом она будет близкая к ткани вот для чего мы переворачивали тот рисунок для того чтобы тукан у нас смотрел в ту сторону то есть зеркальное отображение здесь используется и вот что мы теперь делаем берем утюг и проглаживаем какое-то время держа минуточку держа утюгом вот по этому обведенному рисунку и когда мы поднимем вот эту вот кальку мы должны увидеть вот этого тукана рисунок на этой ткани еще раз повторю что я в жирафе этот карандаш использовать не буду потому что вот не все детали остаются на ткани а мне нужно очень хорошо вам показать и объяснить мне будет это неудобно но я этот карандаш люблю я им очень часто пользуюсь он великолепен если вы его увидите я советую вам его купить и еще только есть у этого карандаша одно но он не смывается и получается что вот хочу вам показать значит фламинго когда я делала одеяло не знаю видно ли вам здесь будет если вот эта вот красная линия не будет закрыта деталькой давайте попробую приблизить то есть она осталась конечно это видно только знающему человеку при близком приближении никто никогда не увидит этот недочет но тем не менее это недочет вот этой красной линии быть не должно что как же я буду перерисовывать своего жирафа на ткань есть вот такие карандашики которые у меня вот видите уже заканчиваются это карандаши по ткани с кисточкой чтобы если смазать карандашный штрих если в ненужном месте вы нарисовали они бывают разные розовые голубые желтые белые и серебристые в данном случае мне было бы удобно рисовать серебристым карандашом он оставляет такой серебристый след который вот если даже будет видно из-под детальки то он смотрится красиво искрится немножко эти смываются стираются карандаши то есть ими очень хорошо по ткани рисовать но опять же я буду рисовать не ими а обычным мягким карандашиком почему это я буду делать потому что мне нужно показать вам чтобы все было четко видно и я для удобства выбрала простой мягкий карандашик который периодически буду подтачивать чтобы линия была тоненькая и смотрите что я делаю у меня такая конструкция установлена я беру стекло которое кладу на диван и тут на ящике я сижу под стекло я ставлю лампочку вот я ее поставила под стекло положила нашу ага наш нашего жирафа так удалить а то вы не все видите вот так вот включаем лампочку кладем эту ткань и у меня еще видите стекло узенькое это тоже не совсем удобно потому что мне придется передвигать потом но как вы уже поняли я сложности не боюсь когда я положила эту ткань четко так где хочу чтобы этот жираф был чтобы он был равноудаленным от краев этой ткани чтобы он в центре находился придавливаю эти краешки камнями чтобы рисунок не съезжал и начинаю обрисовывать этого жирафа обрисовывайте аккуратно с тем чтобы как я уже рассказывала вот этот вот карандаш не торчал чтобы он был деталькой нашей потом закрыт что еще цифры пишите они то уж точно будут деталью закрыты и поэтому мы смело можем их написать это 34 таким образом вы обведете всего жирафа на эту ткань и вот по ходу моего объяснения вдруг мне пришла знаете какая мысль вот возможно это как-то облегчит вашу работу если вспоминайте мы рисовали этих животных на на картоне и вырезали все детальки если вдруг вы возьмете какой-то большой кусочек ватмана или картона на который у вас уместится опять же покажу тукан который под рукой оказался целиком умещается вот этот вот тукан так если мы вот так вот на этом картоне наложим сюда копировальной бумажки которая бы закрыла нашу всю вот эту область где мы будем рисовать тукан мы бы обрисовали этого тукана все детали подписали и что у нас останется здесь после этого вырезали маленькими ножницами загнутыми краями все детали тукана мы бы убили двух зайцев первое у нас бы остались все детали вот эти порезанные для животных которые мы в коробочке складывали помните да и у нас бы осталась вот такая большая кордонка с вырезанным туканом в данном случае про жирафа я говорю то есть у нас здесь были бы вырезанные такие кружочки детали для животного и мы бы могли с вами взять и без всякой лампочки и без всякого стекла положить на эту ткань вот эту нашу конструкцию с дырочками и простым карандашиком обвести все эти детали не знаю понятно ли я вам здесь объяснила но это я так не делала никогда но мне почему-то пришла в голову такая мысль я решила с вами поделиться но я как вы понимаете буду продолжать делать вот это простым карандашиком аккуратно обводить все свои детальки на стекле под которым стоит лампочка я не думаю что вам будет интересно смотреть вот на весь весь этот процесс я сделаю это без камеры и покажу вам только результат вот такой получился результат вот как бы этот у нас жираф тут такой антилопа и зебра теперь я расскажу вам о вещи без которой я не мыслю свою работу по технике аппликации это двусторонний флизелин немецкий он отличного качества возможно есть какие-то другие вещи но однажды я пришла в магазин увидела его я не знала как им пользоваться и купила небольшой кусочек он дорогой он больше тысячи стоит метр но он мне очень пригождается ну незаменим без него я бы аппликацией очень потрудилась способ найти как работать без него давайте я покажу вам как он работает вот например нам нужно вот на эту тряпочку приклеить вот такую деталь вспоминайте про наших животных да вот положим мне вот такой прямоугольник надо будет приклеить сюда детальку сюда я вырезаю такую же деталь но сначала мы не совсем детали будем вырезать а прямоугольнички квадратики на которых умещается вот эта деталь и проглаживаем вот с этой стороны та сторона остается не клеить ну она клеевая но она приклеила нам только вот эту верхушку которую мы проглаживали утюгом а теперь мы прикладываем а потом мы вырежем например нам из этого участка надо вырезать кружочек вот мы его вырезаем подравниваем вот так уголочек краешки чтобы он не вылезал из-под детали прикладываем переворачиваем на другую сторону и проглаживаем и вот смотрите у нас деталь оказалось держится на нужном нам месте которое мы только что перерисовывали через стекло с лампой и мы будем ее зигзагом пришивать к основной ткани какой способ еще ну например если бы мне например было дорого купить этот двусторонний флизелин и я все равно бы мечтала заняться техникой аппликации наверное знаете что взяла бы я взяла двусторонную паутинку у меня она вот полтора сантиметра не знаю может быть есть побольше какая-нибудь паутинка я бы вот так вот отрезала кусочек приложила на место куда надо деталь нашу приклеивать и приклеила бы видите деталь тоже держится и ее можно тоже обрабатывать зигзагом тоже вариант единственное что знаете она получается плоской вот она приплюснутая а здесь пышненькая вот например если мы возьмем с вами вот этого ангела я покажу вам на одеяле видите он пышный конечно этот эффект вот этого лоскутного пышного одеяла а не просто аппликации на ткани можно получить только с помощью двустороннего флизелина вот поэтому когда вы будете начинать учиться может быть и стоит начать с двусторонней паутинки но это незаменимая вещь и теперь мы будем с вами наклеивать детали на жирафа и обшивать их швом зигзаг я хочу начать делать этого жирафа с носика и поэтому я посмотрела 34 номер вот на эту схему 34 30 22 и вот эти номера все относятся к одному цвету который на графике нарисован розовым цветом у меня вот такой прямоугольничек вот такого цвета выбран для этого жирафа вы можете не вырезать эти прямоугольники это кстати же у меня от набора вырезан там в наборе продавался такой прямоугольник а вы вырезаете из цветов которые вы выберете которые вам нравятся так вот после того как я отобрала из нашей с вами коротки с деталями вот именно эти номера которые сейчас вот прочитала которые на графике нарисованы розовым вот они все у нас они умещаются у меня на эту детальку и мы достаем наш двусторонний флизелин как-нибудь поэкономнее нужно его расположить приложить к нему вот эту деталь вырезать ее вот мне сейчас будет не совсем с руки чтобы это было на камеру то есть я прикладываю эту детальку можно же не таким большим кусочком а более экономно этот флизелин расходовать можно каждую деталь прикладывать и вырезать то есть вырезаем точно такой же кусочек тут у меня утюг не аж париться бы вот с этой стороны проглаживаем нам же надо чтобы вот эта сторона прилипла у нас к флизелину вот видите что да приклеился этот кусочек вот здесь не очень в уголочке потому что плохо провела так и теперь мы начинаем все наши детальки которые вот этого цвета раскладывать здесь тоже как-то поэкономнее я уж не буду я только объяснить вам хочу вот когда мы все это разложим на тех узорах которые хотим видеть какой-нибудь может быть здесь цветочек красивый и мы хотим видеть его на той детали мы вот так эти детальки аккуратно уложим я пока только одну покажу для вас вот так и мы все эти детали обводим обводить можете карандашами по ткани обычным карандашиком и вот есть такие фломастеры ими тоже очень пользуюсь это исчезающие маркеры для ткани как-нибудь показать вам они хорошие всех и нашей фирмы вот гамма хорошая немецкие они какие-то такого фиолетового цвета единственное что вы должны запомнить рисунок который вы обводите этими фломастерами после проглаживания утюга не исчезает то есть вообще в работе с тканью они незаменимы но здесь пользуюсь редко только потому что вырезать буду по контуру и обрисовка идет этими фломастерами по контуру и поэтому то что он не исчезнет у меня ничего страшного но все равно лучше в данном случае пользоваться опять же обычным карандашиком почему я так не показываю вам обвод обычного карандашика сейчас потому что я всегда делаю это вот так беру прямо и обрезаю но вы сделайте пожалуйста это с обводкой всех деталей на этом кусочке потому что я делаю так как привыкла и так как удобно а вам надо сделать это очень аккуратно чтобы деталь была четкая именно такая как нарисована на нашей схеме потому что если вы вырежете ее меньше чем она есть может быть ничего страшного но если вы вырежете ее больше чем она есть смотрите вот нам надо ее сюда приклеить вот она у меня четкая ровная если вы вырежете ее больше то она будет краями касаться соседних деталей и это не будет хорошо нам нужно чтобы эти детальки располагались на маленьком расстоянии друг от друга и поэтому даже по этой причине лучше располагать начинать работать от середины к краям эти я вырежу потом без камеры при вас уже повторять одно и то же не буду наша задача приклеить эту деталь мы переворачиваем вспоминаем что я вам рассказывала про этот двусторонний флизелин переворачиваем эту деталь очень аккуратно чтобы она ни в коем случае не съехала куда-нибудь в сторону и проглаживаем и эта деталь будет у нас на месте вот видите она на том месте которое нам нужно то есть по идее хочется конечно вырезать сейчас все эти детали сразу же их приклеить на всего жирафа но этого делать нельзя потому что когда сейчас мы будем зигзагом каждую деталь обрабатывать на машинке то эти детали вот которые будут приклеены рядом они будут съезжать и могут вообще отвалиться она же не крепко приделывается к ткани поэтому я всегда делаю по одной детальке вот вырезала одну деталь ну вырезаю это сразу все одного цвета а вот пришивать приклеивать их ткани и обрабатывать зигзагом буду по одной вот одну приклеила обработаю зигзагом другую приклеила обработаю зигзагом давайте поговорим о нитках я использую немецкие нитки у меня их очень разнообразные оттенки потому что пользуюсь я ими очень часто великолепного качества немецкие нитки как вам сказать 100% полиэстер гуттерман как будто бы в любом тканевом магазине эти нитки продаются и я подбираю для своего жирафа это буду вот обметывать такой ниткой для синеньких цветов буду использовать такой вот цвет ниток для желтеньких какой-нибудь вот такой конечно можно не менять все время нитку это утомительно но я это делаю потому что мне кажется что чем чаще мы упрощаем свою работу тем качество этой работы становится совершенно иным но когда вы будете менять нитку если вы будете делать так же как я менять нитку для каждого цвета то меняйте ее только в верхнюю а нижняя все равно какая будет ее не видно наружу и так показываю как я обрабатываю эти детали на машинке у меня установлен длина стежка 3,5 зигзага а частота 1 миллиметр то есть 3,5 миллиметра и 1 миллиметр наличие этой машинки с зигзагом обязательно без этой машинки с зигзагом не знаю как бы я обрабатывала эти вещи постепенно разворачивая эту деталь под лапкой делаем аккуратный шов когда я первый раз начала делать это такое одеяло с ангелами я делала вот длину этого шва маленькой очень по-моему 2 миллиметра 2 миллиметра нельзя делать потому что в некоторых местах как будто не захватывает иголка ткань и ну аппликация не крепко приделана так скажем 3 не менее 3 миллиметра нужно делать хотя бывают такие детальки очень-очень маленькие на них уже смотрите сами можно и поменьше делать с опытом приходит понимание какую длину и частоту стежка вы хотите вы хотите таким образом сейчас я обработаю все вот эти детали одного цвета и следующую деталь следующие детали буду стараться вырезать такого же цвета розового приблизительно который хочу обработать той же самой ниткой того же цвета чтобы пореже менять нитку вверху я тоже стараюсь не слишком часто менять нитку узлов не делаю закрепляю ниточку на машине вот что получилось поближе если вам показать этот шов как сейчас я обрежу и постараюсь показать вам этот шов поближе он очень аккуратный красиво смотрится ну остальное вам придется сделать самим без камеры результат покажу уже только когда весь жираф будет у меня все детали приклеены и обшиты зигзалом очень мне хочется рассказать вам про детали которые делаются в общем про нос мордочку и про глаза потому что если вы можете заметить они состоят как бы двойные и чтобы нам вот этим двусторонним флизелином не утолщать деталь ведь флизелин получается будет и на восьмерке и на девятке и на одиннадцати я сделаю сначала так я вырезала восьмерочку и девяточку из черной ткани наклеила их на флизелин так вот потерялись уже это девятка это восьмерка взяла кусочек который подходит для носика так и прикладываю наши детали сюда то есть тряпочка для мордочки пока без флизелина так и ищем место для детали вот этой девятой вот приблизительно это место должно быть тоже переворачиваем аккуратненько проглаживаем и идем обшивать черной ниткой вот эти ноздри если в процессе работы у вас вдруг обошьется деталь так вы поторопитесь или что-то неаккуратно и этот флизелин чуть-чуть выйдет но здесь вот капелька я просто для примера хочу показать то вы можете немножко ножницами тоненькими чуть-чуть вот так его отковырять бывает что много вылезет и вот так ножницами аккуратно чтобы не повредить этот шов отрезать этот торчащий краешек чтобы все было аккуратно и вот теперь мы вырезаем такой же кусочек флизелина подходящий к этой мордочке проглаживаем ой я сделала чувствуете да чего я сделала не с той стороны собралась проглаживать поспешишь людей не смешишь говорят вот уж верно вот с этой стороны же надо проглаживать все видите приклеили мордочку к флизелину ну может и ничего посмотрели мою ошибку и теперь вырезаем вы обведите если вам это удобно но я привыкла так делать хотя знаете бывают очень большие детали и тогда я уж точно не могу обойтись без того чтобы не обвести их карандашом это уж когда деталь маленькая и она как-то вот ловко ложится в руку тогда я ничего не обрисовываю ну и вот теперь мы берем нашего жирафа ищем где у него 11 мордочка и ноздри 8 и 9 прикладываем вот так здесь вот чуть-чуть хочу если вдруг вы видите вот можно ну например сгладить мне захотелось эти уголочки так приложили повернули чтобы деталь не съехала и прогладили бывает так что деталь вот при перевороте ткани немножко съедет куда-то и приклеится не туда но ничего страшного в этом тоже нет это поправимая ошибка нужно аккуратно отодрать эту деталь почистить пальчиком счистить пальчиком с ткани вот от флизелина клей так он счистится и переделать на другую сторону туда куда вам надо все иду обметывать эту мордочку красной ниткой и еще покажу как делать глаз потому что посмотрите у нас глаз состоит из трех деталей 14 15 и зрачок 16 тут как бы три утолщения вообще знаете когда есть такое наложение я стараюсь все-таки избегать двустороннего флизелина во всех деталях поэтому мы зрачок 16 и какой тут 19 мы его делаем как обычно с флизелином потом берем 15 детальку серенькую накладываем этот флизелин приклеиваем утюгом и обметываем черными нитками зигзагом на машине так как я сделала вот на другом глазу и обратите внимание я сделала только здесь здесь простегивать пока не стала потому что эту сторону мы будем потом вместе с глазом простегивать чтобы не получилось здесь несколько раз простегивания достаточно одного теперь мы вот эту детальку должны приклеить к белому этому глазу вот вот здесь я использую эту двустороннюю флизелин паутинку забыла знаете забыла вырезать сначала надо же эту деталь 18 вырезать сначала я я вырезаю и вот теперь приклеиваю паутиночкой вот паутинку тоже надо отрезать чтобы она здесь нам не торчала вот и вот теперь я наконец к глазу белому утюгом приклеиваю эту деталь и вот теперь на этом этапе мы уже делаем флизелин двусторонний для белого глаза вот видите я все время объясняю вам и глажу на жирафе не надо этого делать вы его поберегите это уж мне чтобы не перекладывать все время я вам глажу на жирафе пусть он у вас лежит в сторонке и вы гладите на гладильной доске так и вот нам эта 17 деталь мы ее вот так уложим теперь проверим чтобы этот глаз там был посерединке и мы отрезаем видите я и мусорю на него мне даже его жалко стало и знаете по ходу дела я придумала способ которым можно без машинки зигзаг это делать ведь у нас же есть шов обмёточный шов простой элементарный но это сделает вашу работу намного намного сложнее но возможно даже аккуратнее не знаю не пробовала это очень долго было бы вот видите какая конструкция и мы ее утюгом сейчас вот сюда приклеим и сделаю такую вещь черным зигзагом я обработаю вот эту вещь где черный цвет а эту мне хочется либо белым либо сереньким я решила сереньким чтобы глаз выделился потому что белым он может слиться с основным фоном вот они глаза и мордочка глаза поближе давайте рассмотрим хочу вам показать бывают вот знаете такие сложные ну не сложные а кривые и достаточно большие детали как ухо у антилопы и при переворачивании чтобы приклеить нам эту деталь утюгом при переворачивании она очень легко съезжает поэтому я делаю следующую вещь вот утюгом эти краешки чуть-чуть как бы и вот так как будто знаете хочу чуть-чуть приколоть эту деталь на нужном месте быстренько как нагрели ту ткань вот ткань основную как бы нагрели быстро-быстро приклеили к ней она не приклеится но когда вы еще вот так утюгом то смотрите вот видите она чуть-чуть как бы схватилась это позволит нам ровно перевернуть ее так как мне нужно то есть она не уедет на другое место вот теперь я ее спокойно переворачиваю видите даже рукой не поддержала никуда не уедет и вот проглаживаю вот и она оказалась на том месте на котором она мне нужна даже вот не видно границы и еще давайте разочек я упомяну что когда вы вырезаете эту деталь особенно когда вы ее обрисовываете не вырезайте ее размера больше чем положено только прям по самому самому краю чтобы она была пусть лучше даже чуть-чуть поменьше на миллиметрик чем больше иначе детали будут касаться одна другой этого здесь быть не должно есть еще один нюанс который я хочу показать вам на брови антилопы когда есть узенькая деталь то не слишком красиво смотрится зигзаг с длинной строчкой он как бы большую часть бровки закрывает поэтому я по краю делаю длину стежка 3,5 мм с частотой 1 мм но потом я как будто постепенно убавляю на машинке переставляю с 3,5 убавляю до 3 потом постепенно проходя до узкой стороны бровки 2,5 2 и в самом конце вот сейчас у меня 3 убавлю на двоечку с половиной то есть постепенно вы как бы длину стежка меняете теперь сделаю 2 и вот к тому месту где бровка совсем сужается на нет у меня будет сантиметр ой миллиметр но это в самом самом конце вот вот посмотрите то есть здесь делаю пошире и потом все короче и короче длину стежка здесь еще покороче вот такая получается бровка а если бы мы сделали всю длину стежка 3 с половиной то это бы смотрелось не так красиво ну вот давайте посмотрим на результат это у нас жираф антилопа и зебра обратите внимание на глазки подберите ткань для своих глазок с какой-нибудь не слишком выделяющейся точечкой с узором либо если он у вас будет совсем черный то сделайте его это вышить можно узелочком вот тут беленькая глазик будет поживее смотреться вы не могли не заметить насколько хорош вот этот флизелин даже в том случае в том плане что когда мы прикладываем вот так вот флизелин к ткани чтобы при утюжком его прижать с другой стороны то вот смотрите даже так он держится это очень удобно в том плане что вот эти детали не съезжают но еще раз напоминаю делайте их по одной не лепите все сразу потому что при обработке этих деталей на машине они съедут у вас по одной детальке но в практике встречается аппликация вот такого плана вот это одеяло вот видите если на наших животных которые мы с вами делаем там отдельно расположены части все на расстоянии а вот например в этом рисунке они не на расстоянии я рисую рисунок срисовываю из интернета упрощаю его до того чтобы были несложные детали увеличиваю этот рисунок по клеткам я еще раз хочу прорекламировать свое видео по проектным мешочкам там один из четырех мешочков я показываю технику аппликаций и очень подробно с вами вместе мы делаем аппликацию на мешочке это очень интересно я там все что знаю все рассказываю и показываю так вот что я хочу здесь сейчас сказать подробно это не буду я рассказывать как это я все делаю но вот после того как нарисовала я стараюсь вот сделать разделить этот рисунок на такие вот детали несложные незамысловатые чтобы одна деталь заходила чуть-чуть под другую волосики вот смотрите чуть прикрывают голову это для того чтобы вот приклеить одну деталь к другой но не забываем да крылышки что вот в этих местах где происходит утолщение нужно стараться не делать это толстым ну приблизительно так как я показывала вам на мордочке жирафа и на глазках антилопы по-моему ручки вот здесь будут так и это по-моему тоже вот так ручки и где-то я посеяла ножки вот здесь были ладно так что загляните кому интересно очень про мешочки очень интересный мастер-класс при раскрое полос для окантовки наших животных я пользуюсь вот знаете вот такими линейками такой доской резиновой и режущим ножом специальным это все намного делает вырезку деталей проще точнее аккуратнее вот вот как-то так я хочу вам показать как это происходит быстро точно я когда покупала эту дощечку эти линейки я если честно не знала как им и пользоваться я очень боялась провести этим ножом по линейке но достаточно было один раз всего попробовать чтобы понять насколько это удобно аккуратно и вот теперь ножницами я пользуюсь не всегда скажем так только нужно очень крепко держать рукой линейку чтобы она не съехала иначе мы испортим наши детальки вот теперь нам с вами вспоминаем наш вот этот вот схему одеяла которую я резала когда объясняла вам какие детали нужно выкроить и как мы их потом будем сшивать я их снова наклеила чтобы не запутаться мне и было удобно вам объяснить значит вот получились зебра антилопа и жираф вот краем из черной ткани вот такие полоски приложу вам сюда фотографию 6 полос 40 на 3 сантиметра это с припусками уже это вот эти полосы 1 2 3 4 5 6 4 5 5 6 6 8 6 и еще 8 штучек которые я вот хотела которые вставлять в разноцветие вот этих полос краем 8 вот этот видите да черно-белых квадратов размер они с припусками 12 на 12 сантиметров и краем 2 полосы у меня вот такие вы наверняка что-то другое у вас будет размера 12 на 40 сантиметров и много цветных полосочек вот много-много видите я накроила пока не знаю сколько я сшила их вот в такую полосочку сюда вот полосочка и вот там я еще не сшила чтобы вам показать когда вы будете сшивать полосочки заглаживайте обязательно каждый шов чтобы швы все были аккуратные чтобы все было гладко разглажено и сейчас мы с вами идем прошиваем на машине вот эти черные полосы пришиваем к зебре аналогично черные полосы пришиваем к антилопе и к жирафу а потом к ним пришиваем вот эти полоски то есть наша задача сейчас сшить вот эти столбики потом мы будем сшивать вот эти столбики квадратик с черной каемочкой вот почему я не стала сразу сшивать вот в такие вот полосы вот эти потому что я боюсь ошибиться в размерах и я буду по размеру пришивать их потом когда сошью вот эти вот столбцы и еще что я не выкроила я не выкроила вот эти вот крайние боковые черные полосы которые у нас 3 сантиметра без припуска и вот эти эти окончательные полосы черные я тоже буду выкраивать в самом конце когда у меня сошьется все верхнее полотно этого одеяла опять же для того я это буду делать чтобы не ошибиться в размерах ну вот по-моему должно быть понятно я надеюсь на это итак вот посмотрим что получилось после того как мы сшили вот эту вот видите столбик вот он вот он и точно так же у жирафа вот эти столбики я сшила квадратик с полосками пришивать вот этот нижний квадратик не стала потому что когда мы пришиваем собранную полоску из нескольких полосочек то тут угадать можно только приблизительно по длине к соседней полоске лучше в самом конце ее пришить чтобы не ошибиться с размером только квадратику я пришила вот черную полоску наша задача теперь сшить в а да и давайте выкроем еще шесть черных полосок размером 84 на 3 сантиметра это вот эти полоски вертикальные раз два три четыре пять шесть и две черных полосы 84 на 5 сантиметра это вот эти крайние две полоски 84 это я взяла чуть-чуть побольше пусть лучше побольше чем меньше хотя если меньше ничего страшного вы просто подошьете еще небольшой участочек и еще мы выкроем две черных полосы длиной 168 сантиметров и шириной 5 сантиметров это вот эти вот самые окончательные окантовочные полосы и вот после того как мы это все выкроили сшили вот эти вот все столбики теперь теперь мы будем сшивать к зебре пришивать вот эти черные полоски к антилопе вот эти черные соответственно тоже к жирафу а потом пришивать вот это сюда вот эти полоски эти и эти потом мы пришьем боковые вертикальные полоски черные окантовочные и в заключение горизонтальные две полосы сверху и снизу вот и все и у нас будет готов верх одеяла нам надо будет знаете что только сделать зигзагом обработать вот этот самый край по периметру для того чтобы когда мы будем работать дальше с этим одеялом оно не распускалось и не меняло своей величины ну вот что получилось в результате я вот подложила тут вот стульчики чтобы края вам было видно так и вот с этой стороны так я результатом очень довольна я желаю вам сшить подобное одеяло получить при этом удовольствие я желаю вам счастья пока 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 Продолжение следует...